Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Технологии, показанные в этом ролике, основаны на применении нихромовой проволоки. Некоторые из них вам наверняка известны, а некоторые, возможно, вас уделят. Приятного вам просмотра! Узел натяжения нихромовой проволоки этого станка собран на основе подшипника скольжения. Такая конструкция узла позволяет построить более компактный станок. Для крепления провода я просверлил отверстие и нарезал резьбу в шестигранных головках винтов. Натяжение проволоки осуществляется пружиной. Для резки пенопласта и полиэтилен терифталатовых бутылок можно использовать нихромовый провод диаметром от трех десятых до четырех десятых миллиметров. Для постройки станка вертикальной резки я использовал швеллер и два отрезка дюралевой трубы. Эти детали были закреплены с помощью двух резьбовых шпилек. Для натяжения провода был применен такой же поворотный узел, как в станке для горизонтальной резки. Чтобы надежно зафиксировать разогретый нихромовый провод со стороны станины, я закрепил в нижней части станины стальную проушину, через которую продел нихромовый провод. Припаянные к шляпкам винтов монетки позволяют не пользоваться отверткой. Для демонстрации работы станка я покажу, как можно с его помощью изготовить объемный логотип из пенопласта. Тут вроде объяснять особо ничего не нужно. А это очень простой станок для гибки плексигласа и других листовых пластиков. Тут тоже используется пружина для компенсации изменения длины нихромового провода в результате нагревания. Для прогрева толстых листовых материалов требуется много энергии, поэтому я использовал нихромовый провод диаметром 1 мм и пропустил через него ток 20 А. Чтобы обеспечить заданный угол изгиба, заготовку следует закрепить в шаблоне и удерживать до тех пор, пока пластик не затвердеет. В этом станке используется два нихромовых провода диаметром 0,3 и 0,4 мм, которые подключены параллельно к источнику питания. Каждый провод натягивается отдельной пружиной. Ближе к оси вращения расположен более тонкий провод. Чтобы упростить конструкцию узлов крепления нихромовых струн, боковые планки изолированы друг от друга с помощью пластины из стеклотекстолита. Благодаря тому, что ось вращения нихромовых струн совпадает с краем станины, упрощается задача регулировки положения каждой струны. Положение тонкой струны определяется диаметром изолируемой трубы, а положение толстой струны определяет внешний размер теплоизоляции. Теплоизоляцию из пенопласта, в отличие от некоторых других пористых материалов, можно устанавливать даже на мокрые трубы. А это самый простой инструмент, который позволяет одним движением руки заваривать полиэтиленовый пакет. Два винта крепят небольшой отрезок нихромового провода диаметром 0,4 мм. Для снижения трения между этим инструментом и полиэтиленовым пакетом используется фторопластовая лента. Еще два слоя стеклоткани защищают от перегрева каждую подушку из порист резины. В прошлом я использовал этот инструмент для упаковки изделий мелкосерийного производства. А этот инструмент упрощает удаление двойной изоляции с концов проводников. Этим способом можно удалять и тефлоновую изоляцию, но я бы не рискнул делать это дома из-за высокой токсичности перегретого фторопласта. На производстве для этой цели используются специальные вытяжные шкафы. С помощью обычной дрели вы можете легко намотать нагревательные элементы, например, для инфракрасной паяльной станции. Для защиты рук можно использовать деревянную бельевую прищепку. Нагреватель нужно обязательно растянуть, чтобы избежать межвиткового замыкания. Я специально оставил несколько витков слева, чтобы продемонстрировать это. С помощью нехромового провода можно резать стеклянные трубы или, например, превращать бутылки в стаканы. Время прогрева стекла подбирается экспериментальным путем. Оно зависит от толщины стекла и диаметра нехромового провода. Для завершения процесса достаточно всего одной капли воды. Конечно, место среза придется отшлифовать, чтобы избежать порезов. А сейчас я вам покажу, как можно изготовить надежную и безопасную USB-грелку. Для нагревательного элемента вы можете использовать хлопчатобумажную ткань. Но я выбрал льняную ткань, чтобы при необходимости можно было подключить грелку и к более мощному источнику питания, чем позволяет стандарт USB 3.0. Сначала я прострочил пазы для прокладки нехромового провода. А потом просунул в эти пазы 4 провода диаметром 0,4 мм с помощью самодельной иглы. Такую иглу вы можете изготовить из велосипедной спицы. Сопротивление 4 проводов, включенных параллельно, ровно 2,7 Ом. Мощность грелки при напряжении 5 Вольт и токи 1,9 Ампера составляет 9 Ватт. Эти параметры позволяют подключать грелку к интерфейсу USB 3.0. При питании грелки напряжением 5,2 Вольта ток потребления увеличивается до 2 Ампер, а мощность грелки до 10 Ватт. На случай подключения грелки к более мощному источнику питания, например для подогрева кофе, в грелку был установлен термовыключатель на 80 градусов Цельсия, который я извлек из неисправной батареи ноутбука. С помощью этой компактной грелки можно подогреть детское питание. Домогрелку можно подключить к стандартному зарядному устройству, рассчитанному на ток 1,9 Ампера и выше, или к любому свободному порту USB 3.0 на вашем компьютере. А вот для подогрева кофе понадобится источник напряжением 10-12 Вольт и переходник. Вне дома эту грелку можно подключить к мобильному повербанку. Ну и наконец грелку можно использовать по ее прямому назначению, приложив к больному месту. Это действующий макет микролифта для проигрывателя грамм-пластинок. В реальных изделиях нехромовую проволоку располагают горизонтально, но принцип действия от этого не меняется. Электрический ток, протекающий через нехромовую проволоку, нагревает последнюю, и ее длина увеличивается. Меняя силу тока, можно установить требуемую скорость опускания иглы на пластинку. В макете был использован нехромовый провод диаметром 0,2 мм. С помощью пассатижей и молотка можно изготовить перо любой формы для выжигателя по дереву. Я изготовил перо, пригодное для выжигания толстых линий и использовал для этого нехромовый провод диаметром на 0,2 мм. Ссылка на изготовление остальных деталей этого девайса есть в описании ролика. Если в бетонной стене обломился шуруп, то его можно оттуда извлечь, не повредив отверстие. Для демонстрации этого метода мне пришлось сломать один такой шуруп. Для извлечения обломанного шурупа мы будем использовать выжигатель из предыдущего сюжета. Но с пером чуть длиннее, чем длина сломанного шурупа. Через несколько минут пластиковый дюбель расплавится и шуруп можно будет легко извлечь из отверстия. Мелкие детали из пластика можно соединить методом сварки с помощью разогретой нехромовой проволоки. Главное при этом обеспечить фиксацию свариваемых деталей относительно друг друга, а также их совместное перемещение относительно разогретой проволоки. В этом эпизоде показан процесс изготовления клапанов из деталей одноразовых шприцев. Ссылка на видео об этих клапанах и о насосе, для которого они были изготовлены, есть в описании ролика. А это сравнительно безопасный способ извлечения ртути из стеклянных приборов. Он хорош тем, что ртуть, находящаяся под слоем воды, не испаряется. Однако, вам не следует извлекать ртуть из приборов, если ваша квалификация не позволяет осуществлять этот опасный для здоровья и окружающей среды процесс. Подписывайтесь на канал, если вам понравился ролик. До встречи на канале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова